Гарантия по обеспечению детей младшего школьного возраста горячим питанием будет закреплена на уровне регионального законодательства. Соответствующие изменения внесут в закон Ненецкого округа об образовании. Такое решение сегодня было принято на заседании администрации, которое прошло под председательством главы региона Александра Цибульского. На сегодняшний день в школах Ненецкого округа получает образование около 3000 учеников младших классов. В соответствии с поручением главы государства Владимира Путина, а также с принятыми 1 марта изменениями федерального законодательства, каждый учащийся начальной школы должен быть обеспечен бесплатным горячим питанием. Не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток. Для этого в закон Ненецкого округа об образовании необходимо внести изменения в части установления гарантий, которые дадут младшим школьникам право бесплатного горячего питания. Финансирование мероприятий будет вестись за счет регионального и федерального бюджетов. На сегодняшний момент продолжается работа с Министерством просвещения, за что вам огромное спасибо, потому что были написаны письма и в адрес вице-премьера, и нас, надеюсь, что услышали, все-таки федеральные средства мы сможем привлечь. На организацию обеспечения школьников горячим питанием с 1 сентября по 31 декабря 2020 года потребуются дополнительные бюджетные ассигнования, почти 26 миллионов рублей. Годовая потребность средств на эти цели составляет 55 миллионов рублей. Как отметил глава региона Александр Цибульский, работа по привлечению федерального финансирования на обеспечение младших школьников горячим питанием должна быть продолжена. Для нас это крайне важно в сложившихся бюджетных условиях. Мы, к сожалению, Александр Ильич, не успели к сегодняшней сессии ввиду процедурных процессов. И, как мы с вами договаривались, я буду обращаться к вам с просьбой по этому вопросу провести внеочередную сессию, для того, чтобы мы могли максимально быстро финализировать работу и могли уже перейти к практической реализации этого закона. В настоящее время в Нейнском округе 52% школьников всех возрастов относятся к льготным категориям и получают бесплатное горячее питание в школах. Расходы на эти цели предусмотрены в окружном бюджете. Еще 48% учащихся предоставлена возможность питаться на условиях софинансирования. Половину стоимости горячего обеда оплачивают родители, другую половину – бюджет региона. Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».